Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. Сегодня мы поговорим о загадках, которые хранит Лазаревское кладбище и необычном проекте Рязанский некрополь. У нас в гостях сегодня Юлия Орлова, председатель городского общественного движения за восстановление и сохранение Лазаревского кладбища. Юлия Васильевна, здравствуйте! Расскажите о проекте, что он собой представляет, зачем он был создан? Здравствуйте, Олеся! Здравствуйте, дорогие телезрители! Проект наш был создан в таких целях, как, прежде всего, формирование привлекательного образа некрополя, как святыни Рязанской земли и, второе, как туристического объекта. Мы слышим упреки в адрес Рязани о том, что мало делается для того, чтобы сделать ее привлекательной для туризма. И вот мы считаем, что Лазаревский некрополь может стать таким культурным объектом. Что уже удалось сделать? Прежде чем рассказать о том, что удалось сделать, я хочу сделать обязательное такое заявление, если можно так сказать, что проект наш осуществляется в рамках грантового конкурса, международного конкурса «Православная инициатива». Его проводит фонд Серафима Саровского, благотворительный фонд Серафима Саровского. Что удалось нам сделать? Нам удалось начать реализацию нашего проекта по нескольким направлениям. Поэтому говорить о том, что сейчас какое-то из этих направлений уже завершено, и мы поставили точку, и можем сегодня нашим телезрителям об этом сказать, пока рано. Мы скажем, что он в самом разгаре. В самом разгаре работа над новой книгой. Первой книгой у нас была «Рязанский некрополь. Лазаревское кладбище. Памятью нашей живы». И вот работаем над второй книгой вместе с Арсеном Валентиновичем Бабуриным, которая будет уже под заголовком своим иметь «У Бога все живы». Продолжаем собирать материалы тех, кто похоронен на Лазаревском кладбище. В полном разгаре идет топографическая съемка кладбища, осуществляемое в рамках нашего проекта, с тем, чтобы создать полную карту и дополнить ее теми материалами, которые мы осуществляем в рамках следующего аспекта – экспедиции, которая тоже в самом разгаре. Экспедиция на Лазаревское кладбище проводится с участием добровольцев и включает в себя необходимые следующие компоненты. Это поверхностная, первичная обработка захоронения с тем, чтобы можно было обнаружить надпись или сохранившиеся, может быть, номера захоронения могил, сфотографировать, описать состояние кладбища, искусствовеческое сделать описание, хотя бы первичное самое. И вот в самом разгаре у нас тоже сейчас экспедиция, нам очень не хватает рук, поэтому мы каждый день ждем и рады каждому человеку. Вот буквально сегодня тоже у нас выходит сейчас в 4 часа еще очередная группа добровольцев. И мы, пользуясь слушающим, приглашаем всех принять участие и в этом этапе реализации нашего проекта. Также в рамках нашего проекта создание электронной книги Лазаревское кладбище. И над этим тоже уже работают добровольцы, которые, поучаствовав в нашей экспедиции, это были работники, программисты одной из компаний, решили помочь нам в создании вот этой электронной книги памяти. И уже, как сказали, разработали техническое задание. Вот так что, таким образом идет реализация нашего проекта. Скажите, а много у вас добровольцев? Вы знаете, добровольцев у нас много. Не всегда их хватает непосредственно для участия в экспедиции. А так, всех, кто оказывается неравнодушным к проблемам Лазаревского кладбища, мы считаем и членами нашего городского общественного движения, и, конечно, добровольцами. Потому что эти все люди по доброй воле никого не заставляем и никого не принуждаем участвовать в этом добром деле по сохранению нашей святыни Лазаревского кладбища. Дала ли какие-то результаты поисковая экспедиция? Здесь интересным и самым большим открытием было то, что те, кто приходит у нас на кладбище, иногда для них это вообще открытие о том, что у нас такое кладбище есть, о том, что оно древнее, о том, что они видят своими глазами разные виды захоронений. Они знакомятся с культурой погребения наших предков. И, конечно, для них... И вот это мы считаем самым главным нашим откровением. К сожалению, наше кладбище находится в плачевном состоянии. И здесь вот я показывала вам эту книжечку «Тульский некрополь», где уже действует как музей Тульский некрополь. И о нескольких старинных, старейших кладбищах Тул рассказывается. У нас, к сожалению, далеко до этого. И, к сожалению, очень многое утрачено безвозвратно. Поэтому мы хотя бы что-то должны сегодня сохранить. И то, что мы и делаем. Скажите, а будете реставрировать памятники известных резанцев? Мы не имеем такой базы, и это не входит в наш проект, который субсидируется отчасти. И, ну, составляя полный реестр захоронений на кладбище и проводя вот эту типографическую съемку кладбища, мы подготавливаем документы, которые необходимы для проведения конкурса на создание проекта благоустройства Лазаревского кладбища. Собственно, мы сейчас озвучиваем даже не свое предложение, а со стороны городского управления культуры была такая подсказка. И мы благодарны Андрею Анатольевичу Кашаеву, который весьма заинтересован, чтобы одним культурным объектом в нашем городе стало больше. Поэтому, естественно, без города, без такой организации, как МУП Ритуал, предпринимать какие-то шаги по самостоятельной, по благоустройству мы не можем. И нам очень радостно, что мы работаем с городом и с МУП Ритуал вместе. То есть будут устанавливаться все захоронения, и родственники смогут прийти и ухаживать за могилой? Дело все в том, что родственники уже сейчас приходят, ухаживают. И это радостно для нас, потому что 10-15 лет назад фактически все могилы были заброшены. Но после того, как была поставлена временная церковь во имя Лазаря Четверодневного, люди стали посещать и ухаживать за своими могилами. Ну а тот, кто не может найти захоронение, потому что утрачено. И люди уходят из жизни, бабушки и дедушки, которые могли бы показать, рассказать о том, кто там похоронен. Они просто становятся нашими добровольцами, которые участвуют в других акциях. Вот я, например, могу сказать, что активно нам помогает воздушно-десантное училище. Има государева Марина Юрьевна, ее дедушка похоронена на этом кладбище, она не знает где. Но делает все возможное с тем, чтобы поучаствовать и самой в этом, и организовать курсантов для участия в этой экспедиции. Самые ближайшие планы у вас какие? Самые ближайшие планы продолжать экспедицию. И в ближайших планах завершение, все-таки мы приближаемся к завершению, может быть, частичного издания тех материалов, потому что все объять у нас мы даже не сможем сразу. Тех материалов, которые уже сегодня собраны, для издания книги «Рязанский некрополь», «Лазаревское кладбище», и с тем, чтобы уже завершить в ближайших планах завершение топографической съемки. Это самое ближайшее. Конечно, экспедиция у нас будет продолжаться все лето, и осень мы уже имеем устную договоренность с Министерством образования заключения договора с тем, чтобы могли работать там у нас ребята из профессионально-технических училищ. Вот это вот ближайшие планы. Как можно будет посмотреть списки людей, которые захоронены на Лазаревском кладбище? Готовится только, да, электронная книга памяти, и она будет представлять даже электронную карту. Но уже у нас в списке тех, кто погребены, и тех, кто проходил перерегистрацию, они есть. Но мы хотим сказать, что более полные сведения смогут получить в МУП ритуал, потому что там есть более полная информация. Но наша задача для того, чтобы действительно посмотреть и постараться найти фамилии своих близких, кто был похоронен. Вряд ли, конечно, если за могилой не ухаживали, можно будет найти место захоронения. Но во всяком случае убедиться в том, что здесь есть это захоронение, наверное, будет можно. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!